и так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня хочу сообщить замечательную новость что на днях компания xiaomi выпустила новую стабильную прошивку для устройств xiaomi соответственно простите за топологию вот вышла прошивка 9 и 5 стабильная в принципе я долго распыляться не буду по поводу изменений потому что они скажем так особо незначительные ну кроме того что там пофиксили все баги предыдущей прошивки также добавили некоторые изменения тоже небольшие такие интерфейса вот в режиме в этом самом вы меда выведомлениях в шторку когда опускаешь здесь она стала более округлой раньше она была просто с такими квадратными углами острыми то есть вот и также когда вам приходят уведомления то добавились некоторые новые функции таких ответить там еще что удалить вот и когда приходит уведомление из youtube показывается видео как бы ну картинка видео целиком то есть можно увидеть что там написано что происходит и о чем вообще видео и соответственно перейти посмотреть остальные же изменения как бы я не особо заметил вот да не какие-то вещи там что-то добавили но они весьма незначительные в принципе я как бы ожидал большего думал что может что-нибудь реально изменится получше она как-то станет но скорее всего это будет у нас уже в 10 версии и значительных изменений стоит ждать именно в этой версии ну а здесь пока баги пофиксили добавили новые звуки ну вот как бы оперативной памяти кстати стала больше свободной вот если раньше у меня к примеру изначально когда его только приобрел свободно было 1 из 7 1 и 6 гигабайта то сейчас у меня 1 и 9 2 гигабайта и бывает даже 2 гигабайта 100 мегабайт это в принципе очень неплохо это говорит о том что оптимизировали прошивку и она уже кушать не так много оперативной памяти это для нас большой плюс вот ну и собственно для тех кто хочет обновиться в принципе можете обновляться у меня телефон xiaomi mi max 2 я обновился только вчера вот так же там кстати обновился их стандартный браузер но им конечно же я не пользуюсь поэтому эти обновления меня как-то особо не та самая обычно в кроме сижу какой обычная принципе кроме хрома больше ничем не пользуюсь вот так что мне как-то эти обновления не особо помогли но то что баги пофиксили патчи безопасности обновили что самое главное вот там еще какие-то вещи были но они как я сказал уже незначительные вот но есть одно но тут нужно быть поаккуратнее потому что недавно мне написал один человек на канале вот что он обновился на версию 9 и 5 и у него начались проблемы с телефоном у него тоже xiaomi mi max 2 и он начал самопроизвольно перезагружаться по несколько раз на день и вообще стал очень часто подвисать поэтому имейте это ввиду и если вы имеете возможность откатить систему то есть можете это сделать то в принципе без страхом и сомнений можете обновляться на новую версию милай вот но если вы не можете этого сделать то тут как бы я думаю лучше подождать нового обновления которым я думаю они все эти баги пофиксит которые вновь возникли вот но чё хотел бы сказать принципе из много большой аудитории пользования этих телефонов мне в принципе написал только один человек да и так я в принципе по в хромом смотрел там не особо таких как бы людей которые пострадали много поэтому в принципе можно обновляться и тут как бы тоже лотерея принципе один обновился нормально другой может обновиться у него могут вылезти какие-то проблемы по крайней мере нами макси я нашел вот как мне один человек написал и больше я как принципе таких не встречал но если среди вас есть такие то обязательно пишите в комментариях я чем смогу помогу и обязательно заходим на сайт forpda тоже смотрим там полной информации можно пообщаться с людьми я тоже там есть кстати говоря вот и также стоит если у вас какая-то проблема возникла то обязательно обязательно нужно писать в саппорт xiaomi чтобы они знали об этой проблемой проблеме и соответственно ее решили потому что если мы не будем сообщать об этом то баги будут продолжаться и компания просто не будет об этом знать и соответственно в новых обновлениях не будет каких-то фиксов до чтобы наши устройства не лагали вот и я не буду показывать там обзор прошивки потому что в принципе там не на что делать обзор и как бы те изменения которые произошли в большей части это факси фиксы то есть беги блин да что ж такое фикси багов вот и это то что скрыто от наших глаз она находится внутри системы и она нам никак не заметно единственное что хотел бы сказать это камера кстати после обновления она стала фокусироваться еще резче раньше она и так неплохо фокусировалась сейчас принципе как-то получше даже стало вот ну я не знаю это может быть я просто как бы редко фотографирую поэтому мне так может показалось но по крайней мере что-то такое есть потому что раньше как-то он не так фокусироваться быстро как сейчас так что вот такое у нас коротенькое видео сегодня было обязательно делимся своими впечатлениями по поводу прошивки если у вас возникли какие-то проблемы пишите я вам помогу если что чего-нибудь да какую проблему сможем вместе решить если она есть так что вот такие вот делишки всем спасибо подписывайся на канал ставим лайки пока